Художники и бюджет. В городской казне огромный дефицит. Оставлены наследства от прежнего руководства Ярославля. Команда нового мэра сейчас ищет пути решения проблемы. Так, для пополнения бюджета планируется продажа части площадей, занимаемых сейчас Ярославским отделением Союза художников. Живописцы вникать в бюджетные проблемы города не хотят и активно протестуют против секвестра квадратных метров. Доводы обеих сторон, мастеров кистей, городских властей, в нашем следующем сюжете. За Союзом художников, по данным мэрии, сегодня числится 4190 квадратных метров. Из них на продажу власти намерены выставить 1240. Таким образом, большая часть площадей, а это свыше 3000 квадратных метров, по-прежнему останется у художников. Безусловно, если бы у города была другая ситуация, мы бы развивали, поддерживали и субсидировали. Но, к сожалению, в городе сложилась такая тяжелая ситуация, когда мы вынуждены продавать муниципальное имущество для того, чтобы закрыть дыру в бюджете, образовавшуюся от непродажи водоканала. Вариантов у города, источников пополнения бюджета нет. Есть долги от области, есть неправильное, нецелевое использование муниципального имущества. То есть фактически все предприятия убыточны. Сами мастера кисти с решением о продаже мастерских не согласны и намерены протестовать. Они уже отправили письма в разные инстанции, в том числе в Москву. Бороться решили и с помощью кисти и краски. Сегодня у выставочного зала на Максимова появился такой вот огромный плакат. Всем посетителям сообщали, что здание закрыто в знак протеста. Художники объявили забастовку. Вернисажи и выставки они пока проводить не будут. 70 с чем-то мастерских мэрий, в которых мы располагаемся. И из них из 70 с чем-то 65, куда входят ведущие художники, народные, заслуженные. Мастерские отнять в любом городе. Организация перестает существовать. В свою очередь в мэрии указывают на то, что художники не платят вовремя за коммуналку. Только по Кировскому району долгов набежало почти на 200 тысяч рублей. 58 лет занимаюсь творческой работой. Любимым делом. Это самое... Я уже заражен. Это моя болезнь. Это самая моя жизнь. Городские власти считают, что у художников площади более чем достаточно. И указывают на то, что квадратные метры они даже сдают в аренду. На улице Лисицына 5 в собственности Союза художников находится трехэтажное здание. И что же мы видим? Мы видим, что они сдают в аренду коммерческим организациям, по торговле и так далее. То есть, собственно говоря, говорить о том, что им некуда идти, это будет неправдой. Судьбу квадратных метров художников теперь предстоит решать депутатам муниципалитета Ярославля. Вопрос о включении площадей Союза художников в городскую программу приватизации, скорее всего, будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний. Нина Свечникова, Василий Мосин, Городской телеканал.